Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию заманчивую приманку, которая относится к семейству баззеров. Это имитация личинки комара, которая вот-вот должен превратиться у нас в комарика. Значит, я за последнее время перепробовал их бесконечное количество, но в данный момент хочу предложить вашему вниманию тот вариант, который с успехом, мои друзья, нахлыстом и спиннингом ловит карася. Значит, расцветка, его может быть разная, но я буду изготавливать тот, который работает в нашем регионе Юго-Восток Украины. И согласно такой же величины. Сибирь и Крайний Север, там несколько личинки крупнее, поэтому я взял крючок формы, вот как вы видите, вот такой хоппера, но желательно вязать номеры 18. Я взял номер 20. 18-16, не крупнее. Можно использовать и нимфовый крючок, то есть так, как вам будет удобно. Слегка огрузил свинцом, и нам теперь с вами понадобится клей. Слегка капнем на то место, куда должны задвинуть наш свинец. До колечка не доходим буквально парочка-парочка миллиметров, не больше. Это мы должны с вами сформировать здесь головку. Вот так будет вполне достаточно. Значит, теперь что нам необходимо? Сразу убираем остатки клея, чтобы нам здесь они не мешали. Слегка промазываем цевьё и свинец. И теперь мы будем формировать тело. Тело личинки формируется из нитки, так как она у нас очень мелкая. Если вы будете изготавливать покрупнее личинку, то спокойно можно использовать и вот такой материал, который продаётся для рукоделия. Спокойно можно изготовить тело вот из такой резиночки. Нитка ровница. У меня чёрного, к сожалению, из распущенных нет. Она фиолетовая, но при нагромождении материала она у меня даёт чёрный оттенок, поэтому я нормально использую эту нить. Закрепили её. Стараемся так, чтобы не нагромождать. Сразу удаляем остаток нити. И в качестве сегментирования тела я буду использовать вот такой материал. Значит, здесь можно использовать и любой люрекс, голографический, какой у вас только будет, можно использовать. И всевозможные, вот как у меня имеются, люрексы, которые из рукоделия. Он тоже армированный, достаточно хороший. Подберёте для себя сами. Или же можно использовать, так как я часто вам показывал, это проволока, которая наматывается в спирали. Значит, мы теперь с вами должны аккуратно, сверху, вровень, со свинцом уложить край нашего вот люрекса. И я обычно его стараюсь закрепить сверху, а не снизу. Поверху цевья, для того, чтобы не уменьшать полезную площадь, которую, для поимки рыбы. Так как у нас крючочек и так маленький. И мы с вами, вот как вы видите, доходим за край загиба. Здесь я останавливаюсь. Убираем в сторону наш люрекс. И теперь нам необходимо формировать тело. Следим за тем, чтобы наша нить была всё время выровнена. Если необходимо, значит, я оставляю вот так и начинаю нашу мою ровницу выравнивать ноготочком, для того, чтобы она дальше раскручивалась сама. И стараемся теперь уже сформировать то тело, которое будет окончательно уже у нашей личиночки. Следим за тем, чтобы не было нагромождения материала. У места крепления люрекса я специально оставляю место, так как здесь мы будем с вами пару оборотов делать этим люрексом. Ну и теперь только лишь остаётся вот нам аккуратненько вот так виток к витку проводить намотку. Остатки клея желательно сразу убрать, чтобы не было скомканности материалу. И ниткой сформируем тело. Тело должно быть коническое, ну и в то же время иметь небольшое утолщение головной части, там где у нас находится наша грудка. Толщину, величину, это вы уже подберёте сами. Расцветка, цвет, всё зависит только лишь от среды обитания наших личинок. Здесь я делаю пару накидных или же узловязом парочку оборотов нитки, так, чтобы она мне уже не мешала. Теперь нам остаётся с вами установить в нужное положение крючок, чтобы было удобно выполнять обмотку нашим люрексом. Следим за тем, чтобы он у нас не был скомкан и ложился красиво в одной плоскости. Закрепили крючок, вот как обычно я делаю. И теперь я выполняю парочку полных оборотов виток к витку у загиба. И теперь выберу для себя произвольно тот шаг, с которым я буду сегментировать тело моей личинки. Как я уже говорил, это всё можно заменить плоским люрексом или же проволокой, или же, допустим, если у вас нет, можно взять, спокойно будет смотреться на этом теле и леска, если она у вас флуоресцентная. Дошли до места крепления, там, где мы будем формировать грудку. И теперь я перебрасываю вот так катушку, стараюсь, чтобы мой люрекс находился снизу. Остатки сразу аккуратненько удаляем. Следующий этап, который нам с вами необходимо выполнить. Нам с вами понадобится ещё или же вот как у меня имеется вот такой ширины плоский голографический люрекс. Если у вас такового нет, можете использовать вот такой обыкновенный люрекс. Я теперь у места крепления в верхней части укладываю его так, чтобы он у меня находился строго-строго-строго сверху. И как вы видите, теперь вам уже понятно, почему я люрекс заводил снизу. У нас получается головка более-менее симметричная. Теперь у личинки имеются боковые, как их называют, щёчки. Мы с вами будем изготавливать из вот такого красного голографического люрекса. Можно использовать и с превеликим удовольствием в зависимости от величины крючка. Это вот такие вот резиночки эластичные, которые я вам показывал перед этим. Но учитывая то, что у меня крючок не настолько крупный, поэтому я должен закрепить материал соответствующей толщины и ширины. Значит, нам необходимо так закрепить, чтобы наш с вами люрекс находился строго по бокам и в то же время под вот таким небольшим углом колечку и оставляем там, где мы с вами закрепили все материалы. Как вы видите, две половиночки люрекса у меня закреплены, они соответствуют действительности, теперь нам остается сформировать головку этой же ниткой. Следим за тем, чтобы не было у нас большого нагромождения материалов и форма самой головки соответствовала, ну, понятное дело, нашей личинке. вот у нас вышла с вами вот такая вот часть головы. Теперь я беру две половиночки своего люрекса, подравниваем с одной стороны, не торопимся, подравниваем плоскости во второй, со второй стороны и удерживаем чуть ниже колечко наш люрекс. Стараемся, перекинули вот так бобину с катушечкой парочку раз и посмотрели, как у нас находятся наши щечки. Меня вполне устраивает. Симпатично, со всех сторон одинаково. Здесь еще раз закрепили, переламываем теперь наш с вами люрекс и уже окончательно здесь выполним пару-тройку оборотов. Сильно не усердствуем, так как большое количество материалов здесь не нужно. Удаляем. Переходим теперь к самой важной части. Это вот тот чехлик, который мы с вами должны закрепить сверху. Так же, как и боковые щечки. Перекидываем сперва нашу бобину, так, чтобы обозначить место. И после этого подтягиваем уже нашу пленочку. Как вы видите, мы продавили и уже этого вполне достаточно. Переломили замок и окончательно уже здесь закрепим остатки сразу. Удаляем. Сделаем завершающий узел и перейдем ко второму этапу. Вот мы подготовили с вами такое тело. Я обычно использую клей для вейдерсов. Можно также использовать как я уже вам неоднократно показывал вот такой лак прозрачный или же использовать клей пятиминутку. Других вариантов я в принципе это не пробовал. Есть разные другие смолы. Можно спокойно их использовать. Совсем совсем немножечко стараемся не переборщить. нанесли лучше потом второй третий раз капельку и потом я беру обыкновенную иглу и уже начинаем с вами хорошо хорошо эбоксидным этим клеем заполнять все места как вы видите мы не переборщили этого количества клея вполне нам достаточно вот вышел вот такой у нас чурканчик ну и берем ультрафиолетовый фонарик которым мы используем я уже вам показывал какие можно их использовать чем можно заменить если нет у вас возможности спокойно можно выйти на улицу и все это выполнить на солнышке солнце у нас выполнит все что нам необходимо буквально ну по моим вот такой величине по такому количеству клея сколько я нанес мне в принципе это достаточно подержать в районе одной минуты и наш клей уже окончательно схватится ну понятное дело что затвердеет он не скоро как вы видите мы можем уже спокойненько браться ну и как вы видите вот такая необычная приманочка которая хорошо работает по карасю еще еще немножко я добавлю ну в принципе это вам уже все и так друзья мои понятно благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч